Приветствую вас на канале StarLifeTV. В этом видео я расскажу о символизме и жутком пророчестве в реверсе в новом клипе Ёлки на песню «Нечего терять». 18 октября состоялась премьера клипа Елизаветы Иванцевой, известной под псевдонимом Ёлка на песню «Нечего терять». За неделю ролик посмотрело более полумиллиона человек. С первого взгляда кажется, что новая работа исполнительницы посвящена любви к мужчине и, несмотря на депрессивный настрой, не содержит скрытых подтекстов. На деле же смысл песни и клипа довольно глубокий и символичный. В самом клипе присутствует множество элементов известной нам символики. Кроме того, в нем содержится намек на зашифрованное послание в реверсе песни, которое оказалось довольно жутким и, возможно, пророческим. Автором слов песни «Нечего терять» является украинский музыкант Егор Солодовников. Режиссером клипа стал Сергей Ткаченко, ранее сотрудничавший со многими известными исполнителями. Сама Ёлка утверждает, что несмотря на то, что с первого взгляда ее песня кажется унылой и депрессивной, на самом деле она таковой не является. Если при прослушивании этой песни хочется плакать, то только от счастья. Она только кажется грустной, это не так. «Это самая счастливая моя песня», — говорит Ёлка. С этим фактом очень сложно согласиться, так как и сама песня и клип к ней вызывают чувство обреченности и безысходности. Ролик снят в черно-белых тонах, а потому в нем полностью отсутствуют краски жизни. На лице певицы можно увидеть страх и отчаяние от осознания своего одиночества. В целом текст песни, так же как и видеоряд к ней, дают отсылку к теории о том, что наш мир является неким подобием сна. Человек же представляет собой одинокую частицу во Вселенной, которая полностью визуализирует свой собственный мир. Если верить этой теории, все вокруг является лишь продуктом работы нашего подсознания или своеобразной иллюзии. Это означает, что мир находится не вовне, а внутри каждого человека. Именно эта мысль четко прослеживается в самом начале песни Ёлки. «Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной. Все, что я чувствовала, глядя на рассвет, оно во мне». Далее в тексте песни Ёлка обращается к Богу, подчеркивая, что самое главное в мире – это любовь. Однако с учетом остальных образов в клипе, можно предположить, что слова певицы адресованы Люциферу, которого иллюминаты считают своим спасителем. «Все, что тобой сказано, это заповедь. Все, что с тобой связано, это золото. Все, что я чувствую, глядя на тебя, это любовь». В припеве Ёлка говорит о том, что ей нечего терять в этом мире. «Мне больше нечего терять, кроме одной твоей любви ценою во весь мир». На самом деле эти слова могут иметь довольно жуткий смысл. Как известно, масоны всячески приближают апокалипсис, будучи при этом уверенными в своем спасении. Вполне возможно, что дьявол пообещал им разрушить иллюзию нашего мира и даровать некую настоящую жизнь. Именно поэтому приверженцы общества иллюминатов убеждены в том, что терять им абсолютно нечего, ведь наш мир не настоящий. Последние же строчки песни могут намекать на Люцифера, имя которого переводится как «Несущий свет». Именно с ним, судя по всему, певица желает слиться воедино. В мире спокойствия и ясности нет больше страха и опасности. Я раскрываю руки, растворяясь в свете насовсем. Что касается клипа на песню «Нечего терять», практически до самого его конца, елка присутствует в кадре, совсем одна. Она гуляет по парку, бродит по пустым улицам, сидит на скамейке в полном одиночестве. При этом создается ощущение, что это одиночество очень пугает ее. Особенно хорошо ее страх заметен в конце ролика, когда елка словно пытается убежать от самой себя. Все эти образы как раз таки и дают отсылку к теории о том, что каждый из нас одинок во вселенной. В клипе символично показывается, что других людей просто не существует. Первая часть ролика снята на кинопленку. В конце же, когда елка выходит на сцену перед зрительным залом, эффект кинопленки исчезает. Таким образом символично показали, что певица якобы перестала следовать заранее написанному для нее сценарию и обрела некую свободу. В тот момент, когда елка выходит на сцену, огромная люстра над ее головой, то есть источник искусственного света, коим является Люцифер, освещает ее, открывая ей путь. На протяжении всего клипа на кинопленке периодически мелькают числа. Среди них можно заметить 20, 22 и 39. Все они могут указывать на соответствующий год и означать ключевые даты в истории человечества. Так, число 20 дает отсылку к 2020 году, в который началась пандемия. Соответственно, следующие события мирового масштаба должны произойти в 2022 и 2039 годах. Эффект кинопленки намекает также на нереальность нашего мира. На многих моментах кадры словно перескакивают, хаотично сменяя друг друга, тем самым создавая эффект матрицы. Несмотря на то, что елка не демонстрирует известные жесты, в клипе присутствуют символичные образы. Так, на первых секундах ролика, когда артистка стоит на фоне озера, ее одежда явно напоминает одеяние участников тайных обществ. Тут же лицо елки показывается таким образом, что один ее глаз оказывается вне кадра. Тем самым подчеркивается символизм всевидящего ока. Чуть позже подобные кадры с обрезанным лицом певицы, на которых видна лишь его половина, то и дело мелькают в клипе. На протяжении всего ролика того позитива и оптимизма, о котором говорит елка, так и невозможно заметить. Уныние и ощущение одиночества, присутствуют на ее лице даже в самом конце, когда она стоит перед полным зрительным залом. При этом мы не слышим ни аплодисментов, ни какой-либо другой реакции публики. Все это в очередной раз подчеркивает идея о том, что каждый человек в мире совсем один. Заканчивается клип тем, что кинопленка в ускоренном режиме перематывается в обратную сторону. Подобный прием часто используется в клипах для того, чтобы указать на зашифрованное послание в реверсе песни. Это означает, что песню нужно прослушать наоборот. Вот что удалось расслышать нам в реверсе песни «Елки, нечего терять». «Елки, нечего терять». «Елки, нечего терять». В целом текст послания явно намекает на то, что всеобщая иммунизация населения на самом деле направлена на то, чтобы установить контроль над разумом людей, а также дает понять, что для человечества готовят еще более серьезные испытания. Клип Ёлки на песню «Нечего терять» в реверсе будет загружен на наш телеграм-канал и в группу ВКонтакте, ссылки на которые вы найдете в описании к этому ролику. Пишите в комментариях, что удалось расслышать вам. Таким образом, новый клип Ёлки на песню «Нечего терять» несмотря на свою внешнюю простоту и лаконичность наделен очень глубоким смыслом. Цель его состоит в том, чтобы заставить людей потерять ощущение ценности жизни, ведь мир якобы представляет собой иллюзию, в которой никто и ничто не имеет значения. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал! Ставьте лайки!